20 лет тому назад я приобрел одну машину, это была Москве 403, вот зеленого цвета, она стоит вот рядом, и мы начали реставрировать. Начали каждый день, наблюдал я, как шлифовали, как собирали. Процесс, сам процесс мне так понравился, что после этого решил еще одну купить, потом еще одну, потом еще, и вот получилось так, целый музей. Вообще-то я не планировал открыть музей, но когда уже машин было много, решил построить гараж, чтобы все машины были вместе. Потом уже мои друзья настаивали, что это уже музей, а не гараж, и мы написали Твилисский автомузей. Машины реставрируем здесь, на месте, на территории автомузея, есть у нас специальные боксы. Сначала машина заходит в первый бокс, где полностью разбирается, и потом уже медленно начинается в течение месяца-двух. Потом покраска, потом уже никель идет, хромировка, полировка. И так, в течение полугода, где-то 5-6 месяцев, и реставрация одной машины заканчивается вот такое время. В принципе, она и рассчитана для того, чтобы наши дети видели и знали, на чем ездили наши предки. А когда старшее поколение приходит, они, конечно, радуются, они вспоминают все автомобили. Но приходят в основном из школы ребята, и мы рассказываем, на каких автомобилях ездили раньше, сколько у них объем двигателя, сколько у них год, и все, что вокруг автомобиля происходит. Это, честно говоря, интересно не только мужчинам. Женщина нравится очень здесь тоже. В основном фотографируется, задает вопросы. К сожалению, очень многие машины отсюда, из моей коллекции, мы нашли выброшенные. Вот я могу показать вам фотографию одной автомобиля, которая была практически в земле была закапана. Мы его выкопали, и вот, пожалуйста, сделали запорожец. Здесь тесновато, машины стоят очень близко друг к другу, и надо, чтобы посетители смогли обойтись вокруг машины, посмотреть, хорошо фотографироваться. В дальнейшем обязательно мы построим еще одно здание, где будет уже свободно, можно будет поближе подойти к машине. И они все такие красивые, все такие яркие, как игрушки. Какую вы из этих машинок любите больше всего? В принципе, я всех их люблю, они как мои дети, честно говоря. Ну, это первая машина, которую я приобрел, «Москвис-403». Все они, как дети у меня. Машины все ухоженные, все на ходу. Мы их регулярно вывозим, чистим, заводим. Вот эти красавицы, есть и вторая жизнь, они подрабатывают, да, они выезжают на праздники. Некоторые из них можно арендовать. Не все, конечно, но есть несколько автомобилей, которые иногда выезжают на свадьбах, вот кабриолет белый выезжает, чайка белый выезжает. Остальные нет, остальные нет. А вот эти красавицы, ну, можно снимать. Это САС-Д3. С идеалом. Да. Это была экспериментальная машина, насколько я знаю. Без педалей она. С 70, да? Да, она без педалей. Вот, газ, тормоз. Для людей есть ограниченные возможности. Да, второй группы инвалидов. Да, да, да. Давали всегда. Вот двигатель сзади. Можем посмотреть. Она была практически очень удобная и пользовалась спросом. Да, мотор у нее. Ижевский. Мокрашники, да, моторские моторские. Вообще же она была на базе опытного научно-исследовательского института была, да? Да. На базе ГИИЖа. Серпуховский автозавод. САС-Д3. САС, да. А вот это, это раритеты высшей категории. Это раритеты высшей категории. Это ГАЗ-4. 1933 года выпуска. Это легендарный ГАЗ-4. Да. Легендарный ГАЗ-4. Во время Второй мировой войны. Да. Завод Молотова. Раньше она называлась. Потом уже завод Горького. Горьковский автозавод был. Ну, мы эту машину хорошо отреставрировали. Я помню, когда она была в Кусе. Да. И там шла работа над ней по полной программе. Ну, целый год моего ареста. А вот это можно достать, скажем, вот такие вот спицы, запчасти. Ведь зачастую машины, которые вы находите, они без каких-то модулей. Да. Они бывают полностью убитыми. Да. Есть у нас знакомые в России, в Беларуси, на Украине. И есть связи. Они помогают. Да, они помогаются. Вот каждый деталь находим. Вот это вот любимый отдел чиновников ЦК партии. Да. Вот эти вот чайки. Победы. И вот там стоит очень интересная машина, о которой я хочу, чтобы вы нам бы рассказали. Символ Советского Союза. Да. Символ Советского Союза. Его еще называли членовоз. Потому что он был положен только высокопоставленным членом партии. Кому принадлежала эта машина? Эта машина раньше принадлежала господину Эдуард Чаварнадзе. Когда он был еще первым секретарем ЦК партии Грузии. А когда Эдуард Чаварнадзе был переведен в Москву на должность министра иностранных дел СССР, машина его в принципе в гараже ждала? Мы эту машину приобрели с человека, который был связан с Чаварнадзе. И он так лет 5 или 7 тому назад продал у нас эту машину. Но мы его не реставрировали. Вот какая она была, так и оставили. Там стекла поломано, стекло немножко. Полировку только сделали и поставили. В принципе машина в хорошем состоянии. В отличном состоянии. Она ездит. Вот такой вопрос. Раньше все эти машины, они стояли в правительственном гараже и за ними был, наверное, особый уход. Да. Ухаживали. Раньше ухаживали, но потом уже в последнее время все они такие заброшенные были, что... Ну, потому что наши чиновники пересели на иномарке. Да, да, да. Обратные добротные машины забыли. Автоматическая коробка передачи с кондиционером. Даже кондиционером? Да, это уже 70-е годы. Это одна из последних машин в советской эпохе. Да, Чайка ГАЗ-14. Вот на номера можно посмотреть и сразу узнать, каков она. Но были еще полуавтоматы. Вот, допустим, ЗИМ, да. Ну, это первый советский седан, у которого есть 6 окна. Эти машины дарили академикам. Да, да, да. Академикам, деятелям культуры, искусства. Совершенно верно. Я могу показать, как она выглядела до реставрации. Покажите. А вот эта в деревне была в кустах, да? Да, да. Где-то в деревне она была в кустах до реставрации. Ну, за 9 месяцев мы сделали вот такую. Будет ли общественный транспорт времен СССР в вашем автомузее? Ну, честно говоря, раньше, лет 20 тому назад, было, все было дешево и доступно было. Сейчас немножко тяжело покупать автомобили, потому что они дороже, каждым годом дороже и дороже становятся. Потому что они становятся меньше и меньше. Меньше и меньше становятся, да. Ну, мы бы хотели еще один троллейбус приобрести, раритетный, чтобы сделать кафе из него. Ну, потому что детишки приходят, иногда надо им тоже отдохнуть. А так, я бы с удовольствием приобрел еще много. А то вот на фотографиях все автомобили, это мечта. Это те автомобили, которые вы... Хотелки, да? Да, да, да. Хотелки, что вы хотите. Да.